Всем привет! Меня зовут Саша Желтов, и вы на канале Educate Online. Сегодня мы будем говорить про мифы дистанционного образования за границей, или как его еще называют, онлайн-образование. Сегодня мне в этом видео помогут вопросы из зала. Ну что ж, погнали! Саш, привет! Слушай, хотел начать с тобой с такого вопроса. А правда то, что онлайн-образование — это дико неэффективно, и это просто пустая трата денег? Неправда, конечно же. Потому что, если мы говорим про онлайн-образование, про заграничное, то там оно уже существует более 10, а где-то даже более 15 лет. Я сейчас говорю про Канаду, Великобританию, США, некоторые школы в Швейцарии в том числе. Это означает, что в течение вот этого всего периода, уже в течение 10-15 лет, они смогли выстроить эффективную систему дистанционного обучения, которая по качеству даже бывает лучше, чем обучение очное. Если мы посмотрим на статистику поступающих в вузы, то увидим, что после такого образования 58% учеников идут в топ-100 лучших вузов мира. А 78% идут в топ-200. И эти показатели гораздо выше, чем при очном образовании. Плюс ко всему, если говорить про стоимость, то обычно закончить, например, старшую школу онлайн, так дистанционно, стоит порядка 10-15 тысяч долларов за весь период обучения. Конечно, есть школы подороже, но это уже хороший ценник, вы попадете в хорошую школу за эти деньги. При этом, если мы возьмем школу, где дети обучаются очно, то там такая программа старшей школы может стоить как 100, 200, 300, 500 тысяч долларов за год или за весь период обучения. И когда мы собирали статистику в одной из американских школ, за 10 лет существования школы родители сэкономили более 75 миллионов долларов за весь период обучения. Саш, слушай, а правда, что онлайн обучение за границей – это просто самообучение за деньги? Знаешь, отчасти я бы мог с тобой согласиться, потому что действительно есть школы, где только платформа, по сути, ты логинишься и дальше уже занимаешься всеми-всеми необходимыми предметами. При этом мы стремимся работать с теми школами, где есть и платформа, и еще лайв-уроки. Это уроки в мини-группах, где дети обучаются в группе 3, 4, 5 человек максимум. У них есть учитель, который выходит с ними на связь через Zoom. По сути, есть возможность задать любой вопрос учителю, идет активный диалог, и такой формат очень напоминает то, что происходит в зарубежных школах, когда дети там обучаются очно. Соответственно, здесь применяются и лучшие педагоги, и технологии, и получается отличный микс. Слушай, Саш, ну а как же домашние задания? Может быть, люди действительно 2 часа в день занимаются в Zoom, а потом еще всю неделю сидят и домашние задания делают? Все основные знания вы обычно получаете в лайв-встречах с преподавателем, в лайв-уроках, когда преподаватель один на один, либо в мини-группе занимается с вашим ребенком. При этом, если говорить про домашние задания, если вы взяли, например, 5 предметов, то у вас 5 дополнительных часов именно для выполнения домашних заданий в неделю. Их можно распределить, например, на выходные или на будние дни, все зависит от графика ребенка, и они являются таким закрепляющим моментом. Соответственно, большинство знаний дети получают именно в лайв-формате с учителем. Следующий вопрос. Оправда ли то, что диплом об онлайн-образовании, он ценится чуть хуже? И когда я буду поступать в какой-нибудь Гарвард или Оксфорд, у меня будет стоять большая отметка онлайн, и на меня будут смотреть, скажем так, как на прокаженного. Здесь это неправда, потому что дети зачисляются в точно такие же школы, где они могли бы учиться очно, либо, если это полностью дистанционная школа, там нигде не пишется на дипломе, что это онлайн. При этом, когда ты поступаешь, допустим, в тот же Гарвард, тебе лучше всего сказать, что я обучался параллельно, например, в российской школе или казахской, украинской, белорусской и так далее, и еще обучался в зарубежной. Почему это так? Потому что тогда ваш ребенок закончил две школы, соответственно, для университета этот супергерой, вау, как ты это сделал? Соответственно, университетам будет очень интересно узнать историю вашего ребенка, мотивацию, ну и плюс ко всему, университеты смотрят на то, насколько дети выкладываются, насколько они мотивированы, а два диплома – это отличное доказательство того, что ваш ребенок обладает трудолюбием, усердием, характером и ставит высокие цели, и не просто их ставит, а еще и достигает. А правда ли то, что обучаясь дистанционно, будет просто физически не хватать времени параллельно обучаться еще и в российской школе на достойном уровне? Это неправда, потому что, когда ты обучаешься дистанционно в зарубежной школе, тебе оценки из российской школы засчитываются в зарубежный диплом. Соответственно, есть мотивация учиться хорошо в России, как минимум на четверке, а лучше и на пятерке. При этом есть определенное количество кредитов, то есть модули, которые нужно пройти в зарубежных школах, и обычно, если мы говорим про старшую школу, то в Америке это 6 кредитов, которые нужно получить, а в Канаде порядка 10-12 кредитов. Как эти кредиты работают, мы обязательно расскажем в будущих видео, так что подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и мы будем рады порадовать вас этой информацией. Саша, правда то, что в онлайн-образовании получают ученики намного меньше обратной связи, чем в оффлайн-формате? Отчасти это правда, потому что, когда ты занимаешься дистанционно, ты не можешь, например, встретить учителя в столовой, и он тебе не может сказать, что, Саш, ты там не сделал вот это задание, или, ой, почему ты тут переписываешь домашку у друга. Но при этом есть обратная связь. Это означает то, что ребенок всегда может обратиться к учителю, задать какой-либо вопрос, написать имейл, либо попросить сделать зум-конференцию. Некоторые учителя даже доступны для связи в WhatsApp и в Telegram. Но тут будет инициатива исходить от вашего ребенка, потому что если ребенок не скажет, что у меня есть какая-то проблема, или у меня есть какой-то вопрос, то учитель просто об этом не будет знать. Конечно, учителя пишут письма, делают отчеты, репорты, и если, например, результаты не очень, всегда проявят сам инициативу. Но здесь лучше заранее объяснить ребенку, что если у тебя есть вопрос, если у тебя есть какая-то проблема, ты всегда можешь обратиться к учителю, к директору, к завучу. Они с радостью тебе помогут. А как же обратная связь для родителей ученика? Не будет же учитель звонить родителю и говорить, вот ваш Витя очень плохо учится. То есть обратная связь нарушается с родителями? На самом деле нет, потому что на платформе, где ваш ребенок занимается, у вас есть также родительский доступ, и вы видите все оценки, все задания, которые сделал ваш ребенок. И мы сотрудничаем с такими родителями, которые такие завучи домашней школы, которые знают про каждое задание. Я очень рад, что у них есть столько свободного времени. Но при этом, если у вас нету столько свободного времени, вы также можете просто каждую неделю заходить и смотреть, что там происходит. Если вам результаты по какой-то причине не нравятся, вы всегда можете написать учителю и попросить также сделать Zoom, или созвониться в WhatsApp, или просто пообщаться по почте. Там все привыкли к тому, чтобы общаться с родителями, если того требует ситуация. В целом, конечно, хочется, чтобы образование было таким, что вам ни о чем не стоит беспокоиться, просто ребенок зачислен, занимается. Вы проверяете один раз в неделю, а не бывает, и один раз в месяц проверяете результаты. При этом каждый семестр вы получаете отчет, где прописано, какие модули прошел ваш ребенок. Вы видите, например, какие оценки, какие-то комментарии преподавателя. И всегда вы можете также прийти на родительские собрания, которые проводятся раз в 2-4 недели, где вы можете пообщаться с учителями, с директором, задать все интересующие вас вопросы. А правда то, что при дистанционном образовании невозможно проверить, насколько ребенок усвоил качество материала. Здесь обмануть систему никак невозможно, потому что только ваш ребенок обладает логином и паролем к платформе. И когда сдаются тесты, экзамены, там всегда они сдаются при включенной камере. Соответственно, также включен микрофон. И есть такая система прокторинга, которая, по сути, администрирует весь этот процесс. Об этом я рассказывал более подробно в одном из предыдущих видео, так что обязательно его посмотрите. Когда я учился в школе, у нас были постоянные практические работы по физике, по химии, где мы сами брали в руки пробирки. Я же правильно понимаю, что в онлайн-образовании о таком счастье и речи быть не может. Что ты скажешь по этому поводу? Если говорим про именно лабораторные работы или какие-то эксперименты, то в дистанционном образовании есть такое понятие, как virtual labs. То есть виртуальные лаборатории, где дети могут выполнять любые опыты. И они могут даже их выполнять без угрозы для их здоровья. Потому что часть опытов, да, можно провести в лаборатории, там, в классе биологии или химии. Но на самом деле огромное количество опытов, что-то взорвать там еще что-то, ну, нельзя сделать этого, да, то есть невозможно. А когда ты в virtual lab, в виртуальной лаборатории, ты можешь хоть весь город взорвать, и тебе за это ничего не будет. И попробовать смешать разные элементы, таблицы Менделеева, посмотреть, что будет. На самом деле я очень люблю сам смотреть на эти virtual labs, как они проходят, и буду очень рад попасть как-нибудь на урок и сделать там такую вечериночку. Правда ли то, что в онлайн образовании в основном преподают какие-то студенты, бакалавры, магистры, но это не профессиональные учителя? Для того, чтобы преподавать онлайн за рубежом, у тебя должна быть аккредитация и лицензия на то, чтобы преподавать онлайн. Это специальный тренинг, который проходит учителя. Плюс ко всему, все школы могут нанимать учителей как минимум с магистрской степенью, а у большинства, конечно, есть еще и докторская степень. Но здесь не только про степенью нужно думать, здесь нужно смотреть еще на практический опыт преподавателя. Умеет ли он делать сам, например, какие-то открытия, если мы говорим про науку, занимался ли он бизнесом и так далее. Потому что помимо всех ученых степеней очень важен практический опыт, потому что этот опыт они будут передавать вашим детям, и я думаю, вы были бы гораздо более рады, если бы ваши дети научились чему-то полезному, у них появились новые умения, и это они могут перенять только от преподавателя практика. Саша, правда, что дистанционное образование за рубежом для ребенка с незнакомыми людьми на незнакомом языке это, ну, это огромный стресс? Отчасти первая неделя может быть достаточно стрессовый. Ну, так же, как приходишь в новую школу, ты никого не знаешь, а тут еще на английском все говорят, ну, или на немецком, французском, в зависимости от той страны, где вы обучаетесь дистанционно. Но обычно после недели-двух дети уже, можно сказать, ассимилируются, и они уже спокойно могут изучать и английский, и предметы. Все зависит от уровня языка, и здесь очень важно изначально правильно составить учебный план. Школы с этим помогают, мы с этим тоже помогаем, чтобы не было какой-то излишней нагрузки на ребенка, чтобы все было так по лайту, потихонечку, потихонечку мы двигались, и, например, там каждую неделю или каждые две недели добавляли новый предмет, если ребенок не готов сразу взять пять предметов, шесть предметов. Еще очень важно, считаю, заметить, что дети общаются с другими детьми во время разговорных клубов. У них даже появляются друзья, и нам поступают звонки от родителей, сделайте какое-нибудь оффлайн-вероприятие. Мы такие, да, конечно, мы сделаем, и сейчас мы это прорабатываем, потому что мы видим, что они через онлайн начинают так дружить, как мы бы подружились вот в школе, находясь в очном. Более того, могу по своей истории сказать, когда я поехал обучаться в 10 лет в летние школы, в 15 лет уже на постоянное обучение в Великобританию, я там подружился с огромным количеством детей со всего мира. И было бы классно, я думаю, вашим детям тоже, приобрести друга на всю жизнь в каждой стране мира, чтобы куда бы ваш ребенок не приезжал работать, жить, путешествовать, всегда можно было бы встретиться. И мы поставили цель развития как раз Educate Online Community по всему миру. Думаю, что в ближайшие 2-3 года мы уже сможем всех подружить, организовать дружбу между и детьми, и родителями. Мы работаем над этим. Саша, правда, что онлайн-образование за границей – это безумно дорого? Неправда, потому что дистанционное обучение, но в 10-30 раз выгоднее, чем очное. И если мы говорим, например, про старшую школу, ее можно закончить за 10-15 тысяч долларов, которые вы платите в течение, например, 4 лет. Соответственно, это не более 2-3 тысяч долларов за год. Если вы сравните это, например, со стоимостью обучения в ведущих частных школах и России, и мира, то увидите, что, по сути, там эту сумму вы заплатите за 10 дней или за месяц. Вот, соответственно, здесь это очень доступная возможность для тех, кто хочет в дальнейшем поступать в зарубежные вузы, либо кто хочет поступить в лучшие школы за рубежом, начать обучаться дистанционно, возможно, закончить школу таким образом, и, конечно, сэкономить деньги. А для того, чтобы стать частичкой нашего комьюнити и обучать вашего ребенка за рубежом дистанционно или очно, переходите по ссылке в описании под видео, и вы можете оставить заявку на консультацию с нашим экспертом. Первый момент — вы сможете записаться на тестирование и пробный урок, чтобы попробовать, насколько вашему ребенку такой формат обучения подходит. Второй момент — эксперт поможет составить учебный план совместно со школой, разработав его именно для вашего ребенка, какие предметы мы сейчас берем, какие чуть позже, какие университеты будем поступать. Все это будет доступно для вас. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Друзья, если у вас остались какие-то вопросы касательно онлайн-образования, на которые я еще не ответил, обязательно напишите их в комментариях под этим видео. Мы всегда ответим, и ни один вопрос не останется без ответа. Не забудьте поставить лайк, и мы будем рады видеть вас на канале. Единственном канале про дистанционное обучение за рубежом. С вами был Саша Желтов и компания Educate Online. Всем пока!